Я говорил завистникам на зло, что в этой жизни повезло. А что, я по учению фарисей? Богом избранный еврей? Закон мы очень домочтили, родители нас этому учили. И почитали Тору Моисея, такого же, как мы евреи. Ходил я в храм и там молился. В неделю два раза постился. Все десятины Богу приносил. И фарисейством очень дорожил. Я думал, правильно живу. И Богу искренне служу. А что, с самим Гамелилом был знаком. Он часто заходил к намочить дом. Но под Игом жили мы, римлян. А Бог, ведь обещал я, помню, нам не делать и с рабами никому. У нас вопрос звучал к Нему. А когда, Господь, настанет время? Должны мы сбросить римлян время? Когда придет пророк Мессия и сбросит римлян свои силы? Ну, тут один пришел, ну, с Назарета. А простой народ принял все это. А для нас, учителей, звучал вопрос. А кто он такой, Иисус Христос? Людей в храме не учил. На улице все время говорил. Да и субботы часто нарушал. Наверное, Тора не читал. Водил дружбу с рыбаками. Общался даже с матерями. И в дом, к Закею даже доходил. Да по закону он не жил. А мне было очень интересно его послушать, если честно. Ну, а что, народ за ним ходил толпой. А я думаю, кто это такой? Я помню, мимо проходил, когда Иисус людей учил. И слышу я его примеры. Все фарисеи и лицемеры. Назал гробами фарисеев. Вспомнил также Саддукеев. Всем книжникам он горе пожелал. Как Бог его не наказал. От этих слов я потерял покой. Все думал, кто это такой? Такую смелость на себя берет. Своей смерти не умрет. Ответа я не находил. Вокруг да около ходил. Ну, кто он такой? Вопрос всем нам. И я отправился молиться в храм. Народу было мало. Я склонился к Богу Яхве. Обратился. Молился так напротив алтаря. Взгляд поднимаю. Вижу мытаря. Подумал, что ему здесь надо? Моя душа тому не рада. Пускай идет на внешний двор. Молиться с ним это позор. Но он переборол себя. Стал молиться. Сказал, что я люблю поститься. Спасибо Богу, что ты меня избрал. Я по учению фарисеем стал. Я не грабитель и не ворок. Кладу дары тебе на стол. Все десятины все плачу. Как этот мытр не молчу. А что ему сказать? Он грешен точно. Уйти он должен очень срочно. А мытарь в стороне стоял. И глаз твоих не понимал. И говорил, что грешен он. И я услышал тихий сто. Молитву я свою прервал. Мытаря так в храме я искал. Что может Богу принести? А ну вот с такой молитвой воздух сотрясти. Я снова к Богу обратился. Своей жизнью поделился. Благодарю, что я не мытарь Божия. И между собой мы не похожи. Напомнил Богу про свой пост. Духовный, чтоб заметил рост. Про десятины снова повторил. Что Бог меня благословил. Поднялся, помня я, с колен. А мытарь был без перемен. Все так же плакал, глаз не поднимал. И кулаком все в грудь стычал. Потом он встал. Лицо в слезах. И скраб держал он свой в руках. Тихонечко прошел мимо меня. А я услышал. Бог, люблю тебя. За ним я вышел, а его след простыл. А что он от молитвы получил? Вот я совсем другое дело. Пойду оправданный в дом смело. От храма помня отошел. А мира в сердце не нашел. Смотрю вперед, а там толпа людей. А между ними иудеи. Ну, которого, сказали, Бог послал людей. Он повсеместно исцелял. Ну, непризвольно я так остановился. Сандаль поправить наклонился. И про фарисея слышу притчу. Чуть не сорвало мою крышу. Он говорил, как фарисей молился. Как мытарь к Богу обратился. Мою молитву рассказал, как будто в храме он стоял. Из храма вышли мытарь фарисей, оправданный молитвой своей. Но мытаря Бог больше оправдал, тогда Иисус в конце сказал. Я помню, ноги покатились, когда слова произносились. Как мог мою молитву, знаете, эту притчу рассказать? Побрел я вдоль Иерусалима. Я задумался, прошел свой дом мямима, на камне сел и прослезился. А позже к храму возвратился. Ну, а смотрю, там стоит Иисус, и я так подошел к нему, наверное, как трус. И тихонечко под притчу расспросил, которую в толпе он говорил. Иисус ко мне направил взор, и в нем я не чувствовал укор. Он научил меня молиться, и я хочу с вами поделиться. В молитве, друг мой, не хвались. Ты лучше Богу поклонись. Твои заслуги Бог все знает и милости не отнимает. Благодари в молитве Бога. Ведь для тебя Он сделал много. Бог в славословии живет, и славы никому не отдает. Благодари за день, за ночь, за сына, за жену, за дочь, за то, что дождь Он изливает, и свет на землю проливает. Он мне сказал, вот ты, фарисей, Богом избранный еврей, свои заслуги при себе оставь. В молитве только Бога слав. Оправдан мытарь более тебя. В молитве он корил себя и плакал перед Богом, не стыдился, и в своей жизни не хвалился. А ты? А ты хвалился, что не вор? Иисус продолжил разговор. Заслуга это вовсе не твоя. Ты не хвались у алтаря. Твои заслуги Бог заметит, и если надо, то ответит. Ведь двери Бог лишь открывает, но двери Он и закрывает. Молитва, как живой поток. Хочу, чтобы взял это в толк. Поток нас к Богу приближает, а Бог благословить желает. Живым потоком дорожи, и в живом потоке ты живи. Поток соединит с тебя Творцом. Ведь ты зовешь Его Отцом. Хочу сказать, в молитве сила, чтобы твоя жизнь была красива. В молитве только Бога славь. Свои заслуги при себе остась. Я рад, что к храму ты вернулся и к Богу сердцем повернулся. В молитве сила. Также нужен пост. Без них ты не увидишь рост. И десятины надо приносить. За то, что есть, благодарить. И если мы-то преклониться, должны вы вместе помолиться. Я слушал Иисуса и молчал, и ничего Ему не отвечал. Мне захотелось все молитвы изменить, чтобы Бога мог сильнее любить. Как хорошо, что я вернулся в храм. Теперь решение принимаю сам. В живой поток ходить я буду. И делать это не забуду. Аминь.